Приветствую вас, и первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что ваш вопрос в целом указывает на то, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Ваш вопрос, проблема, которая поднимается в нем, индикациирует, свидетельствует о том, что вы не являетесь самодостаточной личностью, что вы не можете находиться наедине с собой, что вы не можете себя занять. Чем-то, что вы не можете организовать свой собственный досуг. А также о том, что вы, вероятно, боитесь того факта, что вас бросят, что вас покинут, что вы будете одна. И, возможно, вы чувствуете себя недостаточно значимой. То есть здесь имеет место быть недостаточная степень анализа, недостаточная степень взрослого эго состояния. То есть, по сути, вы как ребенок, которого оставили одного, да, он чувствует себя одиноким, он ищет как бы справиться с одиночеством. Но вы уже далеко не ребенок, да. Вы уже взрослый человек, вы жена. И, соответственно, я полагаю, обладаете определенным уровнем зрелости, психологической зрелости. Либо вам желательно ее обладать, если вы хотите решить свою проблему. Дальше, по каждому приведенному мной направлению, вам нужно идти по пути исследования. То есть, по какой причине, как так получилось, что вы не можете себя занять? Как так получилось, что наедине с собой вы чувствуете себя плохо? В чем проявляется негатив от этого состояния? Связано ли это с мужем или связано это вообще с людьми? Если это связано с мужем, то, возможно, дело здесь в том, что именно с мужем вы чувствуете себя как-то так, как вы не чувствуете без него. И с этим состоянием тоже нужно работать. То есть, работать над достижением этого состояния, независимо от того, рядом ли с вами муж или нет. Следующий важный момент, это то, как вы ставите вопрос. Вы говорите, как справиться с одиночеством. То есть, подавить его. То есть, заглушить его. То есть, вы считаете, что его не должно быть. Вы боитесь его. Вы хотите убежать от него. Но именно оно, чувство одиночества, свидетельствует о том, что ваша личность организована в большей части деструктивно и ориентирована, скорее всего, на всезависимые отношения. Или просто зависимые отношения, когда вы всегда зависимы от кого-то. В этом случае, я рекомендую вам, значит, рассматривать чувство одиночества, как некий противодействующий вектор, который стимулирует вас к тому, чтобы вы стали более свободны. То есть, если вы раскроетесь этому чувству одиночества, если вы позволите ему охватить вас, если вы позволите ему показать, что не хватает вам в вашей жизни, то я полагаю, что вы сможете качественно изменить свою жизнь. Существует, конечно, и ряд крайне-крайне поверхностных практических рекомендаций, которые могут помочь вам не чувствовать себя одинокой. Но одиночество – это то, как вы себя чувствуете. И все внешние факторы, которые вы можете использовать для того, чтобы, ну вот, избегать одиночества, не уберут самого чувства. Например, вам желательно полностью заполнить свой день. То есть, чтобы вы были постоянно чем-то заняты. Постоянно. Это первое. Второе. Как можно больше впечатлить впечатлений, новых впечатлений. Третье. Как можно сильнее уставать. Чтобы у вас к концу например, дня не оставалось никаких сил на то, чтобы ну чтобы чувствовать себя одинокой, да? Чтобы просто уставали и вам хотелось уже лечь спать и все и все. Вот. и ориентация в своей деятельности исключительно только на свои интересы, на свои препочтения, на то, что вам нравится, на то, что вы чувствуете ценным для себя. И чтобы вы получали максимальное наслаждение от того, что делаете и от общения с людьми, например, с которыми вы взаимодействуете. вот такие могут быть вам рекомендации. Вы знаете, вызывает конечно некие сомнения форма вашего вопроса буквально в одной строчке. То есть вы не раскрываете более подробно обстоятельства вашей ситуации. вы говорите, что муж ваш далеко. Но если он далеко по собственному выбору. И если вы знаете, что он по собственному выбору далеко от вас. И если вы также согласились с его позицией по поводу его отъезда, то не совсем понятно тогда ваша реакция на это. То есть тут нужно выяснять. если вы вынуждены вынуждены разлучены то тут необходим конкретный план по обратному совместному проживанию или хотя бы периодическим встречам, но с обязательным окончанием данного периода. т.е. ваши отношения к тому, что муж далеко так же настаётся в исследовании, как и состояние вашей пары, в принципе. Может быть у вас есть какие-то проблемы, которые побудили мужа уехать или что-то ещё. И краткость вашего вопроса может свидетельствовать либо о несерьёзной настроенности вас, т.е. вы не считаете, что мы можем помочь или вы недостаточно мотивированы решать свою проблему. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас благополучно.